Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радости и веселья в Господе. Всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку. Совершенный Христов возраст. По Его образу и Его учению оставим нам в Евангелии. Всем желаю пребывать в любви друг к дружке, ибо пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу поговорить о любви к человеку, к ближнему. Я думал записать третий ролик о любви к врагам, но я хочу затронуть опять все аспекты. Я вам уже много раз говорил, кто слушает постоянно мои ролики, что в принципе, ну грубо, конечно же, понятно, всех людей под одну ребенку нельзя делить. И сегодня он в одной категории, завтра другой. Но, так скажем, схематически, для какого-то определения мы все-таки поделим людей на три группы. Это любящие нас, люди к нам, в принципе, ну как их в Евангелии написано, ближний, посторонний, можно сказать, да, незнакомый нам человек. И враги наши, противящиеся. Я предлагаю, предлагать, что я предлагаю, я поговорю о всех трех группах, хотя я хотел записать ролик о любви к врагам. Ну, может быть, сконцентрирую свою мысль на последней группе побольше, но поговорить хочется обо всех. Что такое любовь? Проявляется она, конечно же, в делах и словах. Это понятно, как и вся наша жизнь, она проявляется в чем-то, да, у нас. Многие вот смущаются, я помню, особенно, ой, в ортодоксе тоже, да и в проститантизме тоже самое, да и в любой секте, и даже в свободе во Христе, сколько всяких этих недопониманий. Любовь, это, сейчас вот мы поговорим, это не все на свете. Попущение всего на свете, да. Это не значит, что ты всем все должен. Христианство действительно меняет человека. Иисус меняет человека. Как любить? Господь сказал, я заповедь новую даю вам, как я. Вот эта же мысль, как я, вы помните, когда мы с вами читали Новый Завет на Христолюбе, она постоянно. Как я, я пример, я путь, следуй за мной. Поэтому любить в этой жизни друг друга мы должны только, как любил нас Иисус Христос, Бог, придя во плоти, дав нам абсолютный пример для подражания и образец, в себя дав в образец. Давайте рассмотрим эти три группы. Любящие нас. Любящие, братья, как хотите. Можно сказать близкие, ну в смысле родственники, да. Как мы должны их любить? Но опять же, родственник может быть и врагом. Поэтому первая группа называется «Любящие меня». Люди действительно ко мне относящиеся хорошо и тоже свою любовь проявляют. Как мы должны этих людей любить? Господь нам дал прекрасный образец. Опережать в любви. Не тебе, чтобы служили, а ты служи. Это очевидно. Любящих Господь называл и братьями своими, и друзьями, и учениками, любящих его. За ним идущих, к нему стремящихся. И мы видим, что эти люди с ним и кушали. И проповедовали, и творили добро, и спали. Мы же видим, что они отдыхали, все вместе были, ходили, путешествовали. А это любящие. На прощальном ужине Господь дал прекрасный образец. Вот в этом великолепном поступке, в котором он взял и умыл ноги своим ученикам. Он показал, что это служение. Но опять же, не пафосное какое-то, не придуманное. То омовение ног, которое совершил Господь на прощальном ужине, это было реальное дело того времени. Потому что люди мылись, как и сейчас тоже, конечно, бывает, если там пришел не совсем чистый с улицы, да, летом особенно. Там люди моются, в ванну приходят. Это нормально. И раньше то же самое было. Это Восток тем более, да. Господь сделал, во-первых, реальную, а не какую-то профанацию. Реальное дело того времени. Сейчас эти профанации устраивают там в сборищах. Когда люди пришли в ботиночках за тысячу долларов из крокодилей кожи, и они там друг другу ноги умывают. Это все профанации, ничего общего, не имеющегося реальной, органической, настоящей жизнью. А Господь сделал реальное дело, дав нам пример. И это, конечно же, было дело о любви, потому что любое дело, приносящее человеку радость, пользу, это и есть дело любви. Что такое любовь? Любовь – это счастье ближнего человека вокруг тебя, людей вокруг тебя находящихся. И называл мы их, видим, как братьями, друзьями, учениками. Есть другая группа. Этому научил нас Иисус, мы точно так же поступаем. Ничего сложного. При этом, заметьте, он каждому из учеников купил по ослику. Они каждый день ели красную икру поверх черной? Нет. Он никогда им не противился, не называл их маловерными? Называл. Своих как раз учеников. Более того, и надавным говорил, как у вас вообще нет веры. Он говорит, как у вас нет веры. Вы помните, когда они, буря-то их там настигла. Не укорял он их в маловерии, вообще в неверии? Не называл он Петра сатаной, когда тот противился ему? Хотя по человеческому рассуждению говорил все абсолютно верно. Не говорил он, что один из вас дьявол и предаст меня? Говорил. Мы видим, как надо общаться. Всему этому мы можем найти в Евангелии. Все эти примеры всегда мы можем найти в Евангелии. Всегда. Было бы только желание жить. Было бы только желание. И все будет. Давайте посмотрим, как Иисус нас научил любить людей, нас окружающих, посторонних. Каким образом? Был он не милосердным к окружающим его людям? Нет, он был очень милосердным. Он когда-нибудь кого-нибудь укорел там за болячки, за болезни? Никогда. Прежде чем сказать, иди и больше не греши. Причем Иисус знал, будучи Богом, пришедшим в платье, он знал, что этот человек, вот это конкретное, Господь ему сам попустил, чтобы он научился этому. Быть, возможно, тем же самым милосердным, когда сам был не милосердным к больным. И Господь попустил ему эту болячку, мы видим, да? И то Господь сначала сотворит благо человеку, исцелит, и потом ему лишь говорит, иди и больше не греши. А не как мы тычем от своего жестокосердия всем на свете, ты грешник, поэтому ты весь в болячках. Разве Иисус так делал? Нет, Он сначала благо подал, а потом назидал. И то, потому что знал. Когда Его про других спрашивали, про того же самого слепого от рождения, кто согрешил, он или родители Его, что Он сказал? Что сказал Иисус? Иисус сказал, никто не согрешил, ни Он, ни родители Его. Мы видим, что Он накормил весь мир? Нет. Организовал какую-то супер-сеть социальных учреждений, какие-то взаимопомощи. Нет. Иисус пришел дать нам пример. И какой это пример? Он светил вокруг себя. Светом добрых дел. Тем самым прославлял Отца Небесного, открывая нам Его имя. Вот чем занимался Иисус. Вокруг себя столько, сколько Он может. Ты нас научил то же самое. Не рваться и не терзаться, когда мы не можем весь мир накормить. Да, когда у тебя есть возможность, и ты остаешься жестоким, немилосердным к людям тебя, окружающим, нуждающимся. Когда у людей нет крова над головой, нет пищи. Ну, это, конечно, чуть шире, понятно. Тем более, сейчас мир технологический разный есть. То есть, человек в нужде. Да, это, конечно, грех. Ты должен творить людям вокруг тебя добро, кто бы они ни были тебе. Они не должны быть тебе обязательно родственниками или друзьями твоими. Нет. К любому постороннему человеку ты должен быть каким? Милосердным. Господь рассказал притчу, когда сказал о любви к ближнему. Господь рассказал притчу, когда там, помните, все эти беседы были, диалог с законником или учителем, книжником, как угодно там в разных синоптиках. Разные стоят, да? Он сказал, что ближний к тебе, которым ты должен оказать любовь, это человек. На расстоянии твоей вытянутой руки, в области твоего взора, в зрении, в диапазоне твоего слуха. Вот кто этот человек, вот кто ближний. Ты ему должен помочь. Но опять же, что ты должен ему делать? Целовать туфли, уничижать себя перед ним или что? Золотые унитазы, как я говорю, или мерседесы ему покупать? Нет. Оплачивать ему какое-нибудь образование за бешеные деньги? Или что ты должен ему делать? Нет, ничего ты этого не должен делать. Да, одно дело действительно любовь. Да, мы можем побаловать, мы можем подарить какую-то радость, что-то сверх, как говорится, да, простых жизненных потребностей. Там поспал, поел, оделся, да. Да, мы друг друга радуем и вселим, и видим, как Господь вино сделал на свадьбе. Это все надо делать. Но это уже по мере возможностей, да. Как ты будешь кому-то там, как Павел говорил, у одних недостаток, у других переизбыток. Такого не должно быть. А то одним ты золотые унитазы покупаешь, а тут сосед с голоду помирает. Такого, конечно, не должно быть. Удовлетворяешь прихоти своих там родственников, я говорю, близких, знакомых, друзей. А у тебя там, может, через два дома на улице человек помирает с голоду. Такого, конечно, не должно быть. При этом, опять же, мы видим, ведь Иисус, это Бог, пришедший в платье. Он прекрасно видел, что когда Он исцеляет десять прокаженных, что девять не вернутся. И так реально происходит. Девять из десяти не возвращаются. Но Господь подал им благо. Минимальное благо исцелил их. Да, они не вернулись. Да, они не воздали ни благодарения Иисусу, ни славу Богу. Господь все равно им это сделал. Господь нас учит быть добрыми ко всем людям, даже к неблагодарным. Не важно, что тебе потом не скажут спасибо. А может, даже еще и плюнут в лицо. Да, мы это делаем. Но, опять же, мы делаем, не все их прихоти удовлетворяем. Не в этом любовь. Ну и третья группа. Враги, противники. Начнем со слов, да? Мы видим, что Иисус их называет братьями. Помните, все, кто спорил с ним, кто ненавидел его, кто терзался. Мы видим, что он их называет братьями? Нет. Друзьями? Нет. Учениками? Нет. А как их Иисус называл? Змеи порождения ехидны. Дети дьявола, то есть бесы. Дети дьявола. У дьявола кто рождается? Ангелы? Бесы. Выгодят дети дьявола. А почему? Потому что грешат лично против него, потому что ищут убить его. Потому что ищут убить его, поэтому они дети дьявола, то есть бесы. Он им умывал ноги врагам своим? Нет. Целовал туфли? Нет. Что-то доброго для них сделал? Нет. Они его на пушечный выстрел готовы не подпустить, более того, да, ищут убить его. Он ничего им не отвечает, когда они с ним спорят или противятся ему. Его бьет воин, когда его арестовали, скорее всего, кулаком по лицу, в щеку. Он молчит смиренно. Говорит, да, 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 достойно по делам моим принимают. Так Иисус ответил. Нет, он ему сказал, если я не прав, скажи, что я не прав. А если я прав, за что ты бьешь меня? Он не отвечал первосвященникам? Отвечал. Когда они сказали, кто ты, он смело ответил. Он говорит, ты ли сын благословия? Он говорит, я. И вы узрите меня, грядущего в царстве своем, со тьмой святых ангелов на облаках. У узрите. Да, потом, когда люди уже беснуются и противятся, Иисус умолкает. Он не отвечал Пилату? Отвечал. До того момента, когда Пилату перестали быть интересны его вопросы, его ответы. Его риторический вопрос, что есть истинное. Он не ожидал ответа. Он ему не нужен был. Он вышел. Иисус от них не бегал, от противников своих еще как бегал. Когда его в первую же проповедь в синагоге, в собственном городе, в котором он вырос, повели сбрасывать с края горы, со скалы, он что сделал? Он уклонился, прошел посреди них и ушел из этого города, и ушел из своего отечества. Когда иудеи искали убить, и уже положили его в самом начале, в принципе, а потом и до конца, он уже не ходил по иудеи проповедовать. Проповедовал где угодно. За Иорданскую стороной, в Глиле, опять в Самаре. Он уже не ходил по иудеи. Почему? Потому что искали убить его. Когда он приплыл на берега, помните, исцеление бесноватого Гидаринского, люди сказали, иди, иди отсюда, ты нам не нужен. Он что, не ушел? Ушел. Как мы должны любить врагов? Мы что-то им должны, ничего им не должны. Надо понять, что христианин это и святой человек. Но святость его, это не вот эта вот забитость. Святой человек, ученик Иисус, да, он не отвечает злом на зло, но он отвечает. Он отвечает добром на зло, если это возможно какое-то, сделать добро. И человек не отрекается от своей позиции, от своего мировоззрения. Когда тебе там тычут, ты несмиренный, ты отвечаешь. А Иисус не отвечал еще, как отвечал. Да, и заметьте, не Иисус с ними спорил, а они с Иисусом. Иисус проповедовал любовь, и они ему вечно противились. Люди, исполненные жестокосердия. Злобы, зависти, тщеславия и гордыни. Да, он им сколько-то отвечал. Но что, он сутками с ними спорил? Нет. Он удалялся от них, каждый раз мы об этом читаем. Ты не будешь вечно с ними спорить. Сейчас я хочу, конечно, их себе применить, но и каждому из вас. Вы все примените, и думаю, я буду жить в мире и в радости. Вот я особенно проповедую в интернете. Вы думаете, я вам что-то должен? Ничего я вам не должен. Я должен ваши помои себе на голову терпеть? Ничего я не должен. Точно так же, как Иисус удалялся, когда его поносили или ругали, и пытались убить. Просто в Ютубе из-за десяти троллей, как их называют, уходить с Ютуба, чтобы свет совсем погас, лично я не собираюсь и другим не советую. Но я вам ничего не должен. Точно так же, как Иисус с учениками своими ел. Он не с врагами своими кушал каждый вечер. Он не с ними каждый день ходил, путешествовал и благотворил. Он с учениками, с любящими ходил. Да, приходилось вести и споры, и дебаты, когда на него накидывались. Я делаю то же самое. Но точно так же, как Иисус уходил и устранялся от них. Да, Иисус принимал потом поругание, поношение, оплевание, когда пришел час его, когда уже некуда деться. Если тебе некуда деться, тебя физически, как Иисуса уже арестовали, когда пришел час, вот до этого он уходил, мы видим. И вот что, когда я всем напоминаю первую, самую проповедь, почитайте по Луке, самая первая проповедь в синагоге. Он сказал, да-да-да, грешный, грешный. Мы стали вопить и бесноваться в собственное Отечество. Что тебе тут несешь? Пришел освободить пленных, измученных отпустить на свободу. Сейчас мы тебе устроим. Кузькину мать. Что Иисус сказал, да-да-да, простите меня, дорогие. Да-да-да, плюйте на меня. Бейте меня, оскорбляйте меня. Нет. Удалился от них. Да, на Ютубе как ты еще удалишься? Удалишься сам из одного тролля? Нет, конечно. Я поэтому и баню спокойно людей. Спокойно. В социальных сетях это мобичное пространство точно так же, как моя квартира. Да, ты вломишься уже ко мне. Ну что ж, я буду терпеть, конечно. Но пока есть возможность, Иисус говорил, вас бьют в одном городе. Что говорил Иисус? По примеру своей жизни и своего учения. Всегда слова Иисуса совпадали с его жизнью. Всегда. Как он сам делал, он так научил и нас. Будут вас бить, вы несете слово любви, радости, добра. Вас будет калашматить. Бегите в другой город. Только тут ситуация немножко другая. Не мы бежим, а ты закрываешься от людей. Вот и все. Вот такие вот дела. И то же самое в жизни. Это я сейчас про интернет много говорю, но потому что это моя жизнь. То же самое в жизни. Я не знаю, как можно жить там, простите, так прямыми словами будем говорить, бесноватыми родственниками. Вот им, которые тебя долбят каждый день. В принципе, я не знаю, как бы я жил там с мужем, с женой, а женщина с мужем. Если там вообще было бы полное противление. Я не знаю, терпел бы я это. Я не вижу это никакого. Даже Павел писал, к миру призвал нас Господь. Не хочешь? От христианства ты не можешь от евангельской жизни отказаться. Если муж тебя тянет в грех или жена. Над тобой издеваются. Кто это? Где Господь заповедовал-то терпеть? Да, когда уже насильно, как его арестовали, и то он сам себе отдал добровольно. Просто пришел час его явить нам эту любовь абсолютно. Да, и мы когда-нибудь явим, может быть, под конец жизни всей этой любовью. Но целыми днями Иисус не учил нас это терпеть. Это не терпел он сам, не терпели его апостолы. Любовь к врагам. Посмотрите на весь мир. Мир исполнен зависти, ненависти, мщения. Мщения, именно мщения за свою обиду там. Конечно, христиане так не поступают. Тебя злословят и не злословят взаимно. Враг твой голоден, но будет нуждаться в еде и в крови. Ты христианин, ты обязан ему дать кров. На какое-то время, чтобы он поднялся там. И чашку супа. Да, вот оно христианство. Да, ты помогаешь людям. Ты считаешь себя должным помогать ближним. То есть, людям, как Господь объяснил, ближним. Это вот самарянин. Он притчу рассказал о добром самарянине. Ты не знаешь, что тебе человек даже спасибо скажет или нет. Ты помогаешь ему. В любом случае этому человеку. Но опять же, ты ему, говорю, нет того, что там кто-то там на золотые унитазы собирает. И ты должен, вот, просящему дай. Просящему на что дай? На благие дела. Да. Хотя, конечно, я говорю, нельзя все свести там только хлебу и воде. Понятно, жизнь наша обширнее немножко. Но и тоже надо забывать, что есть разумные пределы. Мы всему это можем видеть у Иисуса. И я вам всем рекомендую обязательно вчитываться внимательно в Евангелие. Обязательно. Вы увидите все примеры того, как надо любить. И никогда не будете смущаться. Я это делал от начала своей жизни, как покаялся, ну, внутренней жизни, так скажем, новой своей жизни во Христе. Так продолжаю делать по сей день, будучи уже повзрослевшим христианином, да. Что вначале я учился, как быть младенцем во Христе. Что сейчас учу быть совершеннолетним во Христе. Ничего ты никому не должен запомнить эти, кроме взаимной любви. И помой на себе терпеть целыми днями. Побои, поношения ты не обязан. Иисус этого не делал. Да, может прийти час твой. Может прийти. И, скорее всего, и приходит у всех христиан. А там посмотрим. Вам Иисус похож на мазохиста? Я вот всем все время тоже говорю. Похож Иисус? В моих глазах нет. Я в Евангелии не видел, чтобы он мазохизмом занимался. Поэтому будьте спокойны. Когда думают, что христианин, я говорю, это вот такой какой-то забитыш. Это не так. Христианин это нормальный человек. Нормальный человек, он не мазохист. Никто удовольствие не будет испытывать от ненависти, от злобы человеческой. От недобра, от нелюбви. Христианин в сердце своем плачет и сокрушается о зле, которое царит в мире. Переживает за это. Ну, сделать что мы можем? Мы можем только светить. И в себе это зло потушить. Ну, христианин это не мазохист. Не мазохист. Нормальный человек, любой, будет от зла удаляться. И ему причиняем. Это нормально. Тебе, когда больно или тебя что-то обжигает в природе, вот огонь. Человек нормальный, руку отдергивает, а не руку в костер сует. Здесь все то же самое. То же самое с ближним. Посмотрите, как Иисус относился. Когда пришли, помните, тоже другой случай после этой первой проповеди в синагоге. Пришли его братья. Думали, что в дурку ложить пора. Помните, родственники там, и Дева Мария, мать его была. Что он сказал, Иисус? Что сказал? Брат мои, братья мои, сестры мои. Отцы и матери, и дети мои. Те, кто что делают? Слушают слово мое и соблюдают его. Тот мне, брат и сестра и мать, Иисус сказал. Все. Вот этому мы учимся. Что для нас уже люди, вот именно, казалось бы, которые нам по плоти не родственники, во Христе нам становятся родными. Да, этому научил нас Иисус. Научил. Да, мы в любви к любящим нас предупреждаем друг друга. Это здорово. Это здорово. Да, христиане творят добро всем на свете. Да, это правильно. Не ждут ничего за это, там, благодарности, еще что-то не требуют. Просто делают, просто светят. Да, христиане никогда не отвечают злом на зло. На маленькое или вообще до ужасного какого-то зла. Возможно, вот именно отнять у тебя твоей жизни. И ты отдаешь эту жизнь-то. Вот так вот хотел поговорить. Может быть, кого-то это что-то откроет. Быть спокойным. Ты никому ничего не должен, как вот это очень часто хотят из тебя какого-то такого забитого мазохиста сделать. Христианин это не такой. Никому вы ничего не должны запомнить. Это Иисус всегда был такой. Посмотрите на Иисуса в Евангелии. Это человек, не исполненный чувства собственного достоинства. Это человек, исполненный какого-то достоинства? Человеческого, божеского. Поэтому, когда вас пытаются там особенно враги затюкать, никогда на это не поддавайтесь. Христианство реально меняет человека. И это здорово. Я сильно поменялся. Я же о себе говорю, когда начинают там, что святым быть невозможно. Только в святости в это придумывают что-то такое. Действительно, вообще не евангельское. И по этой неевангельской мерке меряют себя. И вечно недовольны. И других точно так же. Это не так. Святость человека, это евангельская жизнь по образу и учению Иисуса Христа. И она вполне реальна, она вполне достижима. Ты еще больше раскрываешься в любви к любящим. Ты посвящаешь этим людям все свое время, все свое желание. Ты возрастаешь в любви, взращиваешься, еще больше украшаешься у внутреннего человека, внутреннюю невесту, которая в свое время будет пировать со своим женихом на браке. Да, ты отдаешься целиком и полностью ближним людям. Ты никогда не остаешься уже в жизни своей хладнокровным, жестокосердным, немилосердным к людям тебе окружающим. Ты всегда поможешь, всегда отзовешься, всегда утешишься. Что ты сможешь, ты сделаешь для этого человека. Неважно, кто он тебе на земле. Мы все от одной крови. Да, ты никогда уже не будешь мстить врагу. Ты никогда не будешь отвечать злом на зло. Ни злым словом, ни злым делом. Но это не значит, что ты ничего ему не скажешь. Я говорю, посмотрите на Иисуса. Как он спорил. И что он им говорил? Змеи порождения ехидны. Гробы окрашенные. Дети дьявола, бесы. Почему? Ты можешь сказать человеку, ты что беснуешься? Ты что на меня бочку катишь? Бузу. Я тебе что сделал? Что я тебе лично сделал? Ничего. Отстань от меня. Это очень простой метод. Господь сказал, бьют, бегите. Бегите. Да, потому что у нас уже все. У нас нечем драться. Мы только бежать можем. Как овцы. Вот так вот. Ну, я надеюсь, что-то у кого-то... У меня лично все это понятно. Я всегда смотрю на Иисуса. Всегда. Как он поступал, что он говорил. И вы знаете, это все работает. Реально все работает. То есть ничего большего не придумывать. Ничьи чужие бредни не слушать. Когда вам там что-то приписывают. Смотреть на Иисуса. Как он поступал, что делал, что говорил. И все у вас будет в жизни понятно. И это все реально исполнимо. Реально исполнимо. Я говорю, ты не должен перед врагом вот так вот, когда есть возможность уйти, отойти от этого человека. Это абсолютно не так. На кошек моих. Тут у меня... Девчата мои загуляли. Тут теперь альфы самцов у меня попал. Двор. Ой. Вот. Все это можно найти. Все это можно увидеть. И все это реально. Евангельская жизнь. Учение Иисуса Христа. Это реальность. Это очень легко. Это очень просто. Это все абсолютно выполнимо. Вот и все. Поэтому, когда вот мне там тоже противишься, я вам говорю, ничего не должен. Я с вами спокойно разговариваю. Разговариваю. Даю ответ. Когда вы меня калашматите языком пока. Может, когда-нибудь и до рук дойдет. Опять же, я говорю, вы заметите, Иисуса ударили. Он ответил. Один раз он ответил, он попытался его вразумить. Нет, все, бесполезно. Толпеет и бесноват. Уже чего говорить, она уже его просто избивала. Вот. Так что все это можно найти в Евангелии. Все абсолютно. И в Евангелии у Иисуса научиться, как нам нужно поступать в каждой ситуации нашей жизни. И это несложно. Реально несложно. Все это можно исполнять. Потому что вот эти фантазийные вещи, да, которые понапридуманны, чуть поначитаются в преданиях или еще где-нибудь. Вот тогда, да. И тогда начинаются эти смущения. А в Иисусе мы видим, каким должен быть человек. И это несложно. Абсолютно несложно. Вот так вот. Вот нигде Иисус своих противников, я говорю, не называл. Ни друзьями, ни братьями, ни учениками, ни хорошими. Он говорил, порождение ехидны, дети дьяволовы, гробы окрашены. И сам он нигде мазохизмом не занимался. Где его не принимали, гнали, он уходил всегда. Да, настал день, когда он отдал свои руки и их сковали. Все. И то. Сковали руки, были отверстия уста. Он говорил, сколько мог еще до последнего. В Иисусе мы видим прекрасного человека, совершенного человека. И это здорово. Здорово. Ну все. Все мои адреса каналов у вас на экране. Подписывайтесь, смотрите ролик, какие вам интересны. Ставьте лайк, если ролик понравился. Поделитесь им обязательно в социальных сетях на ютубе, с кем считаете нужным. Кому полезно отрадно-назидательно мое служение. Пишите в комментариях об этом. Какие у вас мысли приходят, какие откровения. Может быть что-то случится в жизни. Буду всегда рад почитать. Все мои контакты у вас на экране. В описании к ролику тоже все они есть. Там же все полезные ссылки. Ну и все. Всех люблю. Целую. Обнимаю. Пока-пока. До встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok